Книга «Открытым оком», 27 том, тема «Грех», вопрос 3913. Что за свободу власти дали мужеложникам? Они же приговорены Богом на сожжение. Как христианам относиться к разным гей-парадам? Отвечает Игнатий Тихонич Лапкин. Бог сам показывает, насколько отвратительен этот безумный грех. Он сжег города, увлеченные этой мерзостью, и теперь отношение к этой проказе точно такое же. 2 Петра 2.6. Города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам. Иуда 1.7. Как Содом и Гомора и окрестные города, подобные им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример. Гомосексуалисты продолжают преследовать христиан. Бельгийские активисты гомосексуальных организаций подали в суд против епископа Анри Мусьена Леонардо Намюрского. Его обвиняют в ненависти к гомосексуалистам, что в Библии является уголовным преступлением после принятия закона по борьбе с дискриминацией в 2003 году. В апреле в интервью еженедельнику епископ назвал гомосексуалистов ненормальными людьми. По мнению Мишеля Грейндо, адвоката гомосексуальных активистов, епископ заклеймил гомосексуалистов, чье достоинство и идентичность унижены, так как епископ считает их неполноценными и неправильными людьми. Об этом сообщил консервативный Брюзель журнал. Грейндо также предупредил об опасности сигматизации гомосексуалов и даже сравнил действия епископа и действия нацистов в Германии. Сам же епископ утверждает, что не называл гомосексуально ориентированных людей ненормальными. По его словам он говорил только о гомосексуальном поведении, которое безусловно отклоняется от нормального образца. Следует различать человека его поведение, пояснил он. Впрочем, журналист, бравший интервью, утверждает, что если анализировать пленку с записью беседы, то очевидно, что речь шла о людях, а не только о поведении. Этот случай лишь один из целой серии преследований христиан за их убеждением. В прошлом январе христианин Ванне, член французского парламента, был обвинен в ненависти к гомосексуалистам только за то, что заявил, что гетеросексуальность нравственно превосходит гомосексуализм и что гомосексуализм подвергает опасности выживания человечества. Председатель духовного управления мусульман Нижегородской области Думно Умар Идерисон подверг резкой критике существования в России движения гомосексуалистов и их намерение провести в Москве гей-парад. Гомосексуалистов необходимо забросать камнями. Я считаю, что распространение гомосексуализма и других подобных явлений является свидетельством приближения судного дня, сказал Умар Идрисов, корреспонденту Ислам Инко. «Никогда с гомосексуалистами мы не согласимся. Мы живем в государстве, которое разрешило их действия. Мы ничего с этим поделать не можем. Пусть государство этим занимается, но мы всегда будем морально и интеллектуально этому противодействовать». Гомосексуализм – это величайший грех, совершение которого ведет к концу света. «Аллах уничтожил народы, занимавшиеся подобными вещами». Об этом сказано в Коране, подчеркнул глава Думном. Шведский суд приговорил пастора Пятидесятника Оке Грина к месяцу тюремного заключения за негативное высказывание о гомосексуалистах во время проповеди. Выступая перед прихожанами своей церкви в городе Боргхольме, пастор Гориент назвал гомосексуализм ненормальным явлением, ужасной раковой опухолью на теле общества, а геев и лесбьянок – извращенцами, которых дьявол использует как свое оружие в войне против Бога, сообщает Благовестный Фосос. Ссылкой на «Экуменикал Интернационал». Римлянам 1.27. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчина, делая срамы, получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Мудрому дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег и не забудь про меня. Пока земля еще вертится, Господи, Твоя власть, дай рвущемуся к власти навластвоваться в власть. Дай передушку щедрому, хоть до исхода дня, Хаину дай раскаяние и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь, я верую в мудрость Твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо тихим речам Твоим, как веруем и мы сами, не ведая, что творим. Булат Акуджава